Здравствуйте! Новости Москва-Баку. А может и более важные новые направления сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран, считая, что если у нас будет общий подход, то Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал. Вучич отметил, что для проработки этих вопросов стороны провели переговоры и будут проводить их в будущем. Считаю, что с представителями оборонного сектора мы многому научились у Азербайджана относительно деятельности вооруженных сил, а также их структуры. Мы готовы к обмену информации по многим вопросам. Мы производим определенное хорошее оружие и боеприпасы. Готовы рассмотреть пути совместной модернизации всего и идти в ногу с миром для обеспечения самих себя. Потому что в это сложное время увидели, как большие страны могут за короткое время утратить мощь, какое разрушительное влияние могут иметь санкции. Мы должны быть вместе, готовыми защитить свои страны и обеспечить их безопасность в будущем, которая представляется не очень мирным. Добавим, что накануне президент Сербии Александр Вучич совершил рабочий визит в Азербайджанскую республику. Он прошел в развитии состоявшихся в ноябре в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию переговоров. Российские миротворцы в Карабахе действуют в полном соответствии с требованиями договоренностями России, Азербайджана и Армении. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистом, комментируя критику миротворцев, прозвучавшую сегодня со стороны армянского премьер-министра. Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между сторонами. При этом Песков добавил, что Москва продолжит обсуждение этой темы с армянскими коллегами. Сегодня же официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что подобное отношение к российским миротворцам Москвой не принимается и что российский контингент работает для стабилизации ситуации в регионе. Ведется работа. Тем, кто не знает или кто ориентируется просто на политические заявления, хотел бы напомнить, что обострения были до этого неоднократно. И были проблемы, и стороны друг друга, так сказать, обвиняли. И именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, и у них это получалось. Поэтому не принимается подобное отношение к нашим миротворцам. Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства обвинил российских миротворцев в якобы невыполнении своей миссии в Карабахе в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. Де-факто получается, что свои обязательства, зафиксированные трехсторонним документом, а именно по части контроля над коридором, не выполняет и российский миротворческий контингент. При этом Пашинян попытался по традиции обвинить в якобы невыполнении миротворцами своих функций Азербайджан и снова стал продвигать тезис о необходимости отправки в Лачинский коридор и Карабах в зону ответственности российских миротворцев миссию ООН или ОБСЕ. Пашинян заявил, что, цитирую, необходимо добиться более пристального внимания международного сообщества к блокировке Азербайджана и Млачинского коридора. Активность международного сообщества в урегулировании Карабахского конфликта должна существенно повыситься. Нужно усиленно работать для отправки в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссий ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ по сбору фактов. На этом фоне Пашинян заявил, что Ереван передал Баку свои предложения по мирному договору. Армения направила свои предложения, касающиеся открытия региональных коммуникаций, и готова идти к решению вопроса по этому пути. Ереван также передал предложения о гарантиях приграничной безопасности. По его словам, Ереван пока не получил ответа от Баку. Напомним, что 3 декабря представители Азербайджана обсудили с командованием российских миротворцев в его штабе в Хаджалы проблему активизировавшейся незаконной эксплуатации сепаратистами в Карабахе золоторудных и меднорудных месторождений и необходимости проведения на них мониторинга. По итогам переговоров 10 декабря мониторинг должен был начаться, однако сепаратисты его сорвали. Кроме того, известно, что армянская сторона использовала коридор в немирных целях, в частности для провоза военных грузов и минирования азербайджанских территорий, что нарушает трехстороннее заявление, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. В связи с этим, 12 декабря азербайджанские экологи и представители общественности стали проводить в Лачинском коридоре в зоне ответственности российских миротворцев бессрочную акцию протеста. Акция носит исключительно мирный характер. При этом армянская сторона пытается нагнетать обстановку и обвиняет Азербайджан на международных площадках в якобы агрессии. Российская сторона на регулярной основе фиксирует, что при посредничестве продолжаются переговоры с Азербайджаном и Арменией в целях скорейшего урегулирования ситуации. Между тем, акция протеста азербайджанских экологов и представителей общественности против незаконной эксплуатации сепаратистами месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается в Лачинском коридоре уже 11 день. Азербайджанские СМИ сообщают, что за сегодня через Лачинский коридор беспрепятственно проехали пять машин снабжения российских миротворцев. Армения сорвала запланированные на завтра в Москве переговоры главмид азербайджанского и армянского внешнеполитических ведомств. Об этом стало известно по итогам состоявшихся сегодня телефонных переговоров министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джихуна Байрамова. Так, в сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что министры обсудили ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе вокруг Лачинского коридора. В рамках переговоров выражено сожаление в связи с решением Еревана отказаться от участия в московской встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора. Кроме того, министры России и Азербайджана сделали акцент на важности продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров в рамках международного мультимодального транспортного коридора Север-Юг. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук в беседе с журналистами. Кроме того, он рассказал, что Россия планирует построить 160 километров железной дороги между границей Азербайджана и иранским городом Решт, что обеспечит российской стране выход к иранским портам Персидского залива. Планируем реконструкцию железной дороги. Фактически строительство 160 недостающих километров между границей Азербайджана и иранским городом Решт. Если достроим, то фактически у нас будет железнодорожный выход на иранские порты Персидского залива. А это уже выход на Индию, Пакистан, Африку и Ближний Восток. Аверчук добавил, что на сегодняшний день логистические возможности между Россией и Западом по известным причинам значительно уменьшились. Но Москва прикладывает усилия для развития таких проектов, как транспортный коридор Север-Юг, с целью развития восточных логистических путей. Россия занимает четвертое место по прямым инвестициям в азербайджанскую экономику в этом году. Об этом говорится в отчете Центробанка Азербайджана. Так, российские прямые инвестиции в азербайджанскую экономику в январе-сентябре текущего года выросли в 10,5 раз, почти до 378 миллионов долларов. Таким образом, Россия вошла в топ-5 стран по прямым инвестициям в азербайджанскую экономику. При этом лидером по этому показателю в указанный период стала Великобритания. Ее прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили 1,2 миллиарда долларов. Далее следуют Турция – 751 миллион долларов и Кипр – 618 миллионов долларов. На пятом месте Иран с 256 миллионами. В целом, прямые изурбежные инвестиции в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составили 4,5 миллиарда, что почти на 25% больше аналогичного периода 2021 года. Добавим, что Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.